Четыре человека пострадали в Ялте от поваленных ветром деревьев. Мэр Ялты Янина Павленко сообщила о четырех пострадавших в результате ураганного ветра в городе 29 ноября. По ее данным, пострадали пожилые люди, мужчина и молодой парень, сообщает глава администрации города в своем телеграм-канале. У нас четверо пострадавших во время непогоды, трое травмированы в результате паления деревьев. Это 16-летний подросток, 67-летний мужчина и женщина того же возраста. С травмами различной степени тяжести и переломами они госпитализированы. Еще один мужчина 33 лет травмирован сорванной ветром антенны. Он обратился в травмпункт. Госпитализация не понадобилась, написала Павленко. В Крыму действует штормовое предупреждение об ураганном ветре скоростью 30-35 метров в секунду. Павленко призвала горожан во вторник, 30 ноября, оставить детей дома, не водить их в школы и детские сады до ослабления ветра. Очень прошу родителей завтра не отпускать детей самих в школы и детские сады, а по возможности, оставить их дома. Обращаюсь также к работодателям, отнестись с пониманием к ситуации, где это возможно, перейти на дистанционный формат работы. Призвала Марьялты. По данным регионального управления МЧС РФ, после падения деревьев в городах и селах Крыма травмировано 6 человек. Среди пострадавших, женщина в селе чистенькая, она госпитализирована, и мужчина в Алуште, ему оказывается медицинская помощь. Несколько человек травмированы от падений деревьев в Ялте, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Крыму в понедельник и вторник объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. 29 ноября сообщалось, что на полуострове почти 40 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за сильного ветра. Для ликвидации последствий непогоды привлекли не менее 340 человек и 95 единиц техники. За период действия штормовых погодных условий было зафиксировано 20 происшествий, связанных с падением деревьев.